Пока компания Nintendo всеми способами старается не пустить свою двумерную бродилку про бравых водопроводчиков на мобильное устройство, сторонние разработчики исправно заполняют эту нишу довольно интересными творениями. Игра Giovanni's Nightmare как раз одна из таких. Разработчики предлагают пользователям отправиться в один из кошмарных снов главного героя по имени Giovanni, и вашей основной задачей будет сбор будильников, с помощью которых можно будет вытащить безалагу из объятий морфея. Правда для того, чтобы собрать нужное количество громкозвонящих приспособлений, вам предстоит хорошенько побродить по нескольким этажам сна главного героя. Если в начале количество врагов, запертых дверей и опасных ловушек не так уж и велико, то где-то к третьему-четвертому сну вам придется уже очень и очень аккуратно строить свой маршрут. В плане управления разработчики не стали изобретать что-то новое. Для передвижения влево-вправо и вниз в левой части экрана предусмотрен трехпозиционный джойстик, а в правой части дисплея вы сможете найти клавиши, отвечающие за подпрыгивание, приседания и огонь. Так что все довольно стандартно. На мой взгляд, визуальное оформление Giovanni Snake Mare выполнено довольно неплохо, хотя я бы добавил несколько цветов и мелких деталей. Звуковое оформление, увы, довольно монотонно и быстро надоедает. В остальном же игра заслуживает внимания как самых маленьких, так и более взрослых игроков. Официальным спонсором наших роликов является Игорь Полтавцев.